Ожидание малыша сказывается не только на объеме талии и размере груди будущей мамы. Неизбежные перемены происходят и в гораздо более укромных участках вашего тела. Беременность меняет женщину в прямом смысле слова с головы до пят, и самые деликатные органы не исключение, тем более, что именно им отводится главная роль в появлении малыша на свет. Что происходит с влагалищем и наружными половыми органами будущей мамы за 9 месяцев ожидания? Американские медики выделили самые распространенные перемены в интимной сфере, с которыми может столкнуться беременная женщина. Первое. Изменение цвета. Естественный светло-розовый оттенок деликатных участков меняется уже в первые недели после зачатия. Слизистое влагалище шейки матки приобребает голубоватую или даже пурпурную окраску. Врачи называют это явление цианозом влагалища или симптомом Чедвика и считают одним из самых ранних признаков беременности. К середине 9-месячного ожидания он исчезает, а причина его проста – усиление кровотока в половых органах. Какие бы технические усовершенствования для ведения беременности не появлялись, врачи продолжают пользоваться кладезем природной мудрости и восхищаться ею. Природа позаботилась о том, чтобы по одному только внешнему виду влагалища можно было бы определить факт беременности. Синюшность – это абсолютно кинематографический симптом, наглядный и однозначный. Второе. Интимный запах. Гормональная перестройка, происходящая во время беременности, сказывается на микрофлоре влагалища и его уровне PH. Результат этого может ощутить и будущая мама и ее супруг. Интимная зона женщины приобретает иной запах и вкус, он становится кисловатым или металлическим. Все физиологические изменения, происходящие с будущей мамой, работают на сохранение беременности. Новый интимный запах – следствие того, что среда влагалища становится более кислой, и в ней труднее выжить болезнетворным микробом, особенно опасным для малыша на сроках до 12 недель. Третье. Небольшие выделения. Почти у половины будущих мам хотя бы однажды возникают кровенистые или мажущие выделения. Обычно они появляются на ранних сроках в дни предполагаемых месячных из-за гормональных сбоев, а иногда их связывают и с процессами имплантации плодного яйца или с формированием плаценты. Несмотря на то, что небольшие однократные выделения чаще всего не представляют угрозы, в норме их все-таки быть не должно. За ними могут стоять проблемы, требующие лечения, например, инфекция или нехватка гормонов беременности. Так что даже несколько капель крови или легкое мазанье – это повод показаться гинекологу. А вот появление или усиление прозрачных слизистых выделений из влагалища – явление совершенно нормальное, вызванное влиянием все тех же гормонов, особенно если они не сопровождаются зудом, неприятным резким запахом или дискомфортом. Кровяные выделения при беременности – это тревожный сигнал, означающий, что собственных гормонов организму не хватает. Обращения к доктору они требуют всегда, но прежде всего опасаться стоит двух ситуаций – ярко-алых выделений как примесячных и боли внизу живота, также похожей на менструацию. Четвертое – зуд и раздражение. Естественные перемены в составе влагалищной микрофлоры приводят к тому, что рост условно-патогенной флор, например, грибов рода кандида, может усилиться. Из-за этого будущих мам по поводу и без беспокоят зуд и слизистые выделения – белые или желтоватые. Эти симптомы типичны для беременных, но сообщить о них врачу и сдать мазок из влагалища на флору нужно обязательно. Обострение кандидоза и генитального герпеса – частые спутники беременности, виной тому благоразумно сниженный природой иммунитет. Если бы этого не происходило, малыш, наполовину чужеродный для организма матери по своим белкам, был бы оторгнут иммунной системой. К счастью, помимо зуда иных неприятных последствий кандидоз не вызывает. Через оболочку плодного пузыря грибы не проникают. Пятое – ощущение тяжести. Из-за усиления кровообращения в малом тазу женщина может испытывать напряжение и распирание в области влагалища. Это естественное и ничем не угрожающее состояние. А вот если к ощущению тяжести прибавляется болезненность и выбухание влагалища, а в области промежности проступают багровые сосуды, стоит насторожиться и обязательно проконсультироваться с врачом. Это варикозное расширение вен, которое возникает под влиянием гормонов беременности и давлением растущей матки. Тянущее ощущение во влагалище варикозно-расширенные вены – почти обязательный симптом, появляющийся к концу беременности. Зато усиление кровообращения дарит будущей маме и плюсы. Чувствительность половых органов повышается, женщина получает особый вкус к сексу, оргазмы становятся ярче. Тем более, что даже самые осторожные акушеры во второй половине беременности разрешают сексуальную активность при отсутствии патологий. Перемены, которые происходят с женщиной в ожидании малыша, не всегда можно назвать приятными. В утешение будущим мамам остается два момента. Во-первых, перечисленные явления не возникают все вместе и одновременно. А во-вторых, после родов интимная зона чаще всего приходит в норму сама собой. Стоит лишь месяц-другой подождать.